МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире новости. Информационную картину дня вам представят корреспонденты нашего канала Ягуль Нуржакен. Сегодня в программе. В Карагандинской области конфисковано 3457 бутылок с алкоголем. Осужденный к пяти годам лишения свободы, облитый мочой полицейский из Жасказгана, Тулиген Игибеков вышел на свободу. Подробности вы узнаете через пару минут. Это несправедливо. Если так каждый будет делать, потом правоохранительные органы куда будут катиться, нас никто не уважает. Видите, что в городах творится? После продолжительной болезни 5 июня ушел из жизни наш земляк, писатель и поэт, обладатель премии Акима области Алтын Сункар Валерий Могильницкий. Обо всем более подробно. Сегодня, 7 июня, состоялось апелляционное слушание по резонансному делу, за исходом которого следили все карагандинцы и жители Казахстана. И вот ожидания многих оправдались. Жесткий приговор. 5 лет лишения свободы было заменено на условный срок. Решение об этом огласил председательствующий судья Мусабек Олимбеков. Как близкие встречали своего героя из следственного изолятора, расскажет Аймамрина. Объятия, слезы родные осужденного сержанта Тулигена и Гибекова не могут сдержать эмоции. Непростой апелляционный процесс уже позади. Впереди семью Гибековых ждет родной же Сказган, а Тулигена второй сын Амангельде, которого он еще даже не видел, ведь малыш родился 28 мая. По словам эксполицейского, он рад, что Фемида все-таки смягчила его приговор. На суде Тулигена и Гибекова поддержал даже прокурор. Он просил смягчить наказание осужденному и назначит условный срок. Председательствующий судья Мусабек Олимбеков дотошно допрашивал как гособвинителя, так и адвоката Гибекова, задавая один и тот же вопрос, раскаялся ли бывший сержант. Адвокат эксполицейского Тулиген Мусин оправдывал своего подзащитного, доказывая, что тот действовал в состоянии аффекта. Потерпевший Кайрат Елюбаев, тот самый пьяный водитель, обливший мундир полицейского мочой, тоже присутствовал в суде. Он заявил, что сопротивления не оказывал и полицейского мочой не обливал, и готов провести биологическую экспертизу. С его слов, раньше он работал в органах дознания, был уволен из-за того, что не прошел аттестацию. В момент всех этих событий работал индивидуальным предпринимателем. Что, имеются ли акты, которые я сопротивление оказывал, не имею понятен зафиксированный. Делать там постановление о том, что административный протокол, то, что меня хотели забрать в наркотические диспансии, но должны были же быть в законном порядке, так же были нарушены мои права. Выслушав все стороны, судья постановил изменить решение Жасказганского городского суда и назначить Толигену Егибекову наказание условно, на тот же срок и установить пробационный контроль. После оглашения решения суда в зале пронесся гул радости и аплодисменты. Судебная коллегия постановила, приговор Жасказганского городского суда Карагандинской области от 20 апреля 2016 года в отношении Егибекова Толигена Кафаруша изменить в силу статьи 63 Уголовного кодекса Республики Казахстан назначено наказание в виде лечения свободы с сроком на 5 лет, считать условным с установлением пробационного контроля. Мама экс-полицейского не может сдержать слез. Она рада увидеть сына и признает, что семья еще не решила, подавать ли касационную жалобу на признание Толигена полностью невиновным. Сноха меня отправлял и сказал, что привезла мужа и папу домой назад. Извините. Это ваш единственный сын? Нет, у меня еще старший сын есть, но это единственный сын, который пошел в органы работать. Вообще мы так радовались, что он туда пошел, гордились. А между тем против потерпевшего Кайрата Елюбаева уже начатое досудебное расследование сразу по четырем статьям Уголовного кодекса. Материалы перенаны в суд отдельным производством. Айам Амрина, Исламбек Успан, Александр Цирикидзе, Первый Карагандинский. В Караганде не хватает туристического бренда. В Карагандинской области появится 14 новых туристических объектов. Новые проекты и имеющиеся туристические зоны обсуждались на совещании в областном Акимате. Акимобласти Нурмухамбет Абдебеков поручил создать чисто карагандинский туристический бренд. По словам главы региона, наша местность по-своему уникальна и богата на живописные места. Но ей не хватает визитной карточки. Все подробности далее. Карагандинская область занимает третье место по объему услуг, оказываемых туристам. Она расположена в самом центре страны. По ней проходят основные магистрали. Здесь находятся два больших национальных парка. Каркаролинский и Бюратау. Имеется 12 природных заказников и 2700 историко-культурных памятников. За последние пять лет количество объектов туризма выросло на 61%. И на настоящий момент составляет 280. В год нашу область посещают около 300 туристов. Огромным шансом для развития туризма в регионе считают чиновники проведения международной специализированной выставки «Экспо-2017» в Астане. Также среди туристов, в том числе и иностранных, особым интересом пользуются такие объекты, как историко-культурный центр первого президента, музей жертв памяти политических репрессий «Карлага» и «Спаский мемориальный комплекс». В целом необходимо отметить и положительную динамику показать рекордный дом Карагандинской области. Так, количество мест размещения в курортных зонах только за 15-й год выросло на 21%, где обслужено более 73 тысячи человек с ростом на 19%. Нурмухамед Абдибеков обратил внимание на то, что у туризма в регионе отсутствует собственный бренд, который мог бы сделать отдых в Карагандинской области более привлекательным для иностранных и местных граждан. В пример Нурмухамед Абдибеков привел бренд «Все включено», на котором построен весь туристический бизнес в Турции. Он пояснил, что чиновникам стоит подумать, что в Карагандинской области можно раскрутить. «До сих пор, пока, к сожалению, наши туристические объекты, туристические зоны, они не преодолеют устойчивый бренд, связанных с чем-то. Надо думать над этим, как. Вот с чем, допустим, должна ассоциироваться именно зона Карагандинской и полкаша, или в целом наш весь Карагандинский регион». Между тем, Аким и районов пожаловались главе области на плохие дороги в одном только Каркаролинском районе на ремонт дорог требуется около 280 миллионов тенге. Нурмухамед Абдибеков отметил, что будет постепенно решать этот вопрос. Аймамрина, Гульнур Жакен, Олжас Габасов, Александр Цирикидзе, Первый Карагандинский. Караганду посетили представители мэрии города Тегу, Республики Корея, Хонг Сок Джун, Сон Хё Джу, Пак Сонг Мин. Первый визит они сделали в областной Акимат, где встретились с главой региона Нурмухамедом Абдибековым. Вместе с чиновниками в шахтерскую столицу прибыли врачи, которые проведут бесплатные обследования населения области. Встреча гостей из Кореи прошла в малом зале областного Акимата. Гости Акима области Нурмухамед Абдибеков обсудили возможные варианты сотрудничества по обмену опытом в сфере медицины. Глава региона отметил, что для карагандинских врачей такой опыт был бы не лишним. Мы рады приветствовать здесь наших гостей. Хотим, чтобы эта поездка принесла свой позитивный, положительный результат. Я хотел бы еще выразить благодарность от лица жителей Карагандинской области за ту акцию, которую проводят специалисты, приехавшие к вам. Нурмухамед Абдибеков рассказал, что в карагандинском регионе идет активная работа по оснащению медицинских учреждений современным оборудованием, а также подготовке квалифицированных кадров. В повседневную практику внедряются новые технологии. В свою очередь гости из Кореи поблагодарили за теплый прием, отличную организацию и содействие в их благотворительной акции. Мы надеемся, что благотворительная акция пройдет успешно. И с сегодняшнего дня наше взаимоотношение между Дигу и Карагандой станет крепче. Приглашаю ваших врачей на стажировку к нам. Делегация корейских врачей из 63 специалистов ведут прием в Карагандинском медицинском центре по адресу Сифулина, 17. Данная акция направлена на развитие долгосрочных партнерских отношений между корейскими и казахстанскими врачами, изучением инновационных методик лечения различных заболеваний, развития медицинского туризма между Казахстаном и Южной Кореей. Встреча закончилась обменом презентов и фото на память. Аймамлина Улжас Габасов, Александр Сирикидзе, первый Карагандинский. Первый заместитель Акима Карагандинской области провел объезд ремонтируемых автомобильных дорог в областном центре. На каком этапе находятся ремонтные и строительные работы, расскажет Екатерина Афанасьева. Улица Гоголя стала первым пунктом посещения. Здесь был проведен ямочный ремонт. Асылбек Дусибаев подверг резкой критике работу организаций, проводивших данный вид работ. В частности, им было указано на то, чтобы впредь после производства работ по фрезерованию подрядчики не оставляли участки без асфальтирования более чем на один день. В настоящее время произведен ямочный ремонт на 28 улицах областного центра. Качество применяемых материалов совместно с представителями технического надзора еще будет проверяться. И только потом заказчик в лице Акимата полностью оплатит выполненные работы. На ежедневный, ежечасный контроль, мониторинг, надо помочь, посмотреть, что здесь там не хватает. Думаю, надо посмотреть, как надо организовать работу так, чтобы первые простые правила, не допустить того, чтобы фрезеровали, и понедельник потом фрезерованный асфальт скрывает. В дождь, понятно, не вложить данный асфальт. И качество там будет. Еще одним объектом посещения стала улица Сатпаева, где проводятся работы по среднему ремонту. На данной улице решено провести основательный ремонт с применением щебечно-мастичного асфальтобетона, гранитного бордюра. Директор подрядочной организации заверил, что завершит работы раньше запланированного срока, то есть до 15 сентября. Следующая улица, которую посетил ослабек Дусибаев – Волгодонская, на которой производятся работы по среднему ремонту. Генеральный подрядчик завершил работы по укладке нижнего слоя асфальтобетона, после чего планирует приступить к работам по укладке верхнего мелкозернистого слоя и устройству съездов и остановочных карманов. Весь необходимый материал закуплен, техника находится на объекте. При благоприятных погодных условиях работы планируют завершить до 1 июля. В текущем году руководство области уделило особое внимание состоянию дорог областного центра, поскольку эти дороги не выдерживают никакой критики. В связи с этим Акимату города выделены дополнительные финансовые средства, на которые также будут произведен средний ремонт по улицам. Молоково, Зональная, проспект Нуркен-Абдирово, Малая, Прогресса, внутриквартальная 12-го микрорайона Крынку-Горняк, Менделеево, Привокзальная площадь, Алиханово, 15-я магистраль, Совхозная, Кувская, от Карла Маркса до Розы-Люксембург, улица Винницкая до Воинской части. По итогам объезда первый заместитель Акима области поручил усилить и взять на особый контроль качество выполнения ремонтных работ. Екатерина Афанасьева, Александр Цирикидзе, 1-й Карагандинский. После продолжительной болезни 5-го июня ушел из жизни наш земляк, писатель и поэт, обладатель премии Алтен Сункар Валерий Могильницкий. Более 50 лет он трудился в сфере журналистики и литературы. Издал более 30 книг, написал около 3000 статей и очерков. Книги Валерия Михайловича известны и читаемы не только в Казахстане, но и за рубежом. Около 20 лет корреспондентской работы он посвятил республиканской газете «Казахстанская правда», был пресс-секретарем Акима Карагандинской области. За высокие профессиональные достижения Валерий Михайлович был удостоен самой высшей награды Международной корпорации социального партнерства «Интеллект-нации». Выразить соболезнования и оказать поддержку близкими и родственникам приехала Аким Карагандинской области. Невосполнимая утрата сегодня постигла всех нас. И в первую очередь семью родных и близких. Мы сегодня выражаем слово искренне соболезнования семье, разделяя полную трату. Караганда потеряла очень доброго, мудрого человека, очень открытого, незаметного и совестливого, который писал обо всем так, как это было. Валерий Михайлович труженик большой был, вот это в первую очередь хочется отметить. Он труженик был и до последних дней, в общем-то, продолжал писать, продолжал работать, переживал за судьбы писателей, поэтов, которых знал, за союз писателей. Он оставил огромное наследие Казахстану, всему миру. Признан, любим, ну вот так уж жизнь складывается. В памяти у всех будет в веках, потому что наследие его огромное. Оксана Медюхина, Олжас Габасов, Александр Цирикидзе, Первый Карагандинский. Впереди короткая реклама, а после мы продолжим выпуск. Оставайтесь с нами. По данным Департамента внутренних дел, большинство квартирных краж происходит путем проникновения через окно. Обычное пластиковое окно можно взломать меньше, чем за минуту и без особого шума. Компания «Галакси» рекомендует высокопрочные окна торговой марки «Галвин» и противовзломную фурнитуру «Фарнакс», которые лишают грабителя возможности быстрого и бесшумного проникновения. Спрашивайте у изготовителей окон вашего города. Продолжаем выпуск. В рамках учебно-методического сбора на базе регионального командования «Урталык» совместно с карагандинским филиалом партии «Нур-Утан» состоялся круглый стол. На встрече присутствовали журналисты войсковых изданий, пресс-службы региональных командований, корреспонденты и организаторы. Участники круглого стола обсудили вопросы, касающиеся информационной работы в войсках. Проблемы связаны с воспитанием казахстанского патриотизма у молодежи в современных условиях. Мы проводим учебно-методические сборы с начальниками пресс-служб региональных командований, журналистами редакции газеты «Калкан» и журнала «Баркот», а также военными корреспондентами и организаторами соединений воинских частей и военными институтами национальной глади республики Казахстан. Здесь мы обсудим проблемы патриотического воспитания подрастающего поколения, намерены провести такую дискуссию, где выработать предложения, которые потом совместно ляжут в наших дальнейших действиях. Большое внимание уделялось Патриотическому акту Менгелекьел, документа, который содержит общеациональные ценности для народа Казахстана. Патриотизм занимает доминирующее положение, а беззаветная любовь граждан к своей родине, государству, народу, его историческим достижением лежит в основе политических и экономических успехов общества. За отличную службу и проделанную работу военнослужащих наградили почетными грамотами и медалями. Наградить ценным подарком часами мужской символикой национальной гвардии майора Султанова Ербулата Мирсаиновича, начальника пресс-службы управления ВСП региональной команды ЕБАТОСА. Младшего сержанта Ануар Беку Бебегуль Тралагасынову, начальника клуба 2-го строкового батальона воинской части Ш-5-5. Наградить грамоты лейтенанта Шангудина Генната Куандыковича, заместителя командира роты материально-технического обеспечения по воспитательствам и правовой работе. Участники заседания круглого стола пришли к выводам, что особое внимание стоит уделить формированию молодежи нравственной и патриотической базы, а эффективность проделанной работы будет зависеть от сплоченности всех институтов гражданского общества. 3457 бутылок с алкогольными напитками были изъяты в магазинах «Полок» в Карагандинской области. Данные алкогольные напитки продавались в магазине, однако лицензии на продажу не имелось. Срок годности нормам не соответствовал. Но продавцов это не смущало. Нелегальные продажи были предотвращены. Согласно протоколу заседания Межведомственной комиссии по вопросам дальнейшего использования имущества, обращенного в собственность государства по отдельным основаниям, было принято решение об уничтожении конфискованного имущества, принятых на учет департаментом от судебных исполнителей, а именно алкогольная продукция в количестве 3457 единиц и 353 нелицензионных дисков и трех игровых автоматов. Отделение профилактики первой поликлиники совместно с Центром здорового образа жизни провело ежегодные мероприятия для детей. Дети с ограниченными возможностями вместе со своими родителями участвовали в различных конкурсах, викторинах, играх. Подобные мероприятия оставляют в памяти у семьи только яркие воспоминания, а на руках у детей полезные призы и подарки. В акции участвуют дети с ограниченными возможностями. Для них медицинские работники приготовили очень хороший такой праздник, который помогает им все-таки раскрыть их возможности, обучить их коммуникативным общениям, навыкам, общения с друг другом, своими же сверстниками. К другим новостям. В ОВД Нуринского района прошел шестой слет наставников и молодых сотрудников ОВД Карагандинской области. В работе слета, кроме молодых сотрудников, приняли участие их лучшие наставники – ветераны, посвятившие свою жизнь службе в органах внутренних дел, воспитавшие не одно поколение профессионалов, которые и сейчас продолжают вносить достойный вклад в дело борьбы с преступностью и обеспечение общественного правопорядка в стране. Все началось с открытия впервые в поселке Киевка обелиска памяти погибшим офицерам. Эту миссию выполнили полковник полиции Ордак Интыкбаев и Аким Нуринского района Нахинбай Амарханов. Ветераны, собравшиеся, почтили память тех, кто в мирное время отдал свою жизнь ради спокойствия и безопасности казахстанцев. После торжественной части прогремел троекратный залп, по отчести сотрудникам, погибшим при исполнении своих служебных обязанностей. Сегодня мы удостоены честь открытия меморрального памяти погибшим сотрудникам казахстанской полиции, отдавшим свою жизнь в борьбе с преступностью. 753 сотрудника полиции независимых Казахстана погибли, исполняя свой служебный долг. 25 из них – карагандинцы. За правильное мужество и героизм они награждены правительственными наградами. Один из вас стоен звания Халлаха Храмана. Мы, сотрудники полиции, никогда не забываем своих товарищей, свято, чтим память о них, на их примерах воспитываем молодежь. Мы гордимся их именами и сделаем все, чтобы в будущем не терять наших коллег в мирное время. И сегодня, благодаря личным составу вывода Нуринского района, присоединению Акимата, работников культуры и жителей района, мы открыли мемориаль памяти. Эта дата для нас поистине знаменательна, и она всегда будет написана в историю. После открытия мемориала все участники слета собрались в музей и райцентр. Там, за круглым столом, обсудили вопросы развития молодых сотрудников, работу местной полицейской службы, а также проблемные вопросы деятельности органов внутренних дел. Далее руководство ДВД и Совет ветеранов ОВД посетили ветеранов внутренних органов, которые отдали свои лучшие годы охране общественного порядка. Им были вручены ценные подарки и почетные грамоты от лица генерала ДВД Карагандинской области Мергенбая Жапарова. На пленарном заседании, которое прошло в Большом зале местного ДК, население поселка слушало доклады офицеров-наставников. Руководители основных служб департамента рассказали об истории создания служб, об итогах работы, а также о поставленных перед работниками органов задач. Подобные мероприятия проходят шестой раз. В этом году главной целью слета является доведение до Молдового состава задач, которые стоят перед сотрудниками органов внутренних дел, воспитание моральных качеств у начинающих полицейских, а также патриотического нравственного воспитания личного состава ОВД области. Повышение имиджа сотрудников казахстанской полиции, привитие молодым сотрудникам чувства гордости за выбранную профессию. Молодым полицейским старшие коллеги напомнили, как важно уметь правильно организовать работу каждого узкоспецифического звена в общей рабочей цепи, и каждому на своем рабочем месте выполнять свой профессиональный и гражданский долг, честно, принципиально и самоотверженно. Еще был показан фильм, снятый пресс-службой ДВД Карагандинской области о работе наставников со своими подшефными. В завершении слета творческий коллектив из числа сотрудников ДВД выступил и порадовал местную публику песнями и плясками. Асель Сазамбаева Александр Цирикидзе, первый карагандинский. В шахтерскую столицу посетила делегация мэрий и врачей из города Тегу, Южная Корея. Корейскими специалистами проводится бесплатный консультативно-диагностический прием пациентов, собравшихся со всей Карагандинской области. Прием будет проводиться до 8 июня текущего года. Одной из баз для проведения консультативно-диагностических приемов врачами из Южной Кореи стал медицинский центр Карагандинского государственного медицинского университета. Выбор пал не случайно. Просторное здание, высокотехнологическое оборудование и, конечно же, квалифицированные специалисты медцентра. Все это заинтересовало зарубежных гостей. Прием ведут по записи, проводят осмотры, консультируют и назначают лечение. Ну, записалось более трех тысяч. Данная акция проводится совместно с Ассоциацией деловых женщин от Американка Карагандинской области при поддержке Акимата и областного управления взрывов. Всего в шахтерскую столицу приехали 63 специалиста из Южной Кореи. В течение трех дней гости проведут семинары для местных врачей и преподавателей. В целях обмена опытом каждый прием осуществляется вместе со специалистами нашего медцентра. Ким Джонгсон работает в медицине 35 лет. Раньше в Корее было много больных, и я не знал, как им можно помочь, хотя очень хотелось. Вот я и решил лечить людей, говорит Ким Джонгсон. В Казахстане я впервые, но думаю, люди тут очень хорошие. Сегодня я принял более 20 человек, и могу сказать, что у большинства проблемы с сердцем. Мне кажется, подобные визиты нужно совершать чаще. Я, конечно же, мог бы советовать пациентам лечение в Корее, но считаю, что и в Казахстане хорошие специалисты. Пройти консультацию может любой желающий бесплатно. Главное – записаться. Прием будет вестись до 8 июня 2016 года. Асер Сазамбаева, Улжас Габасов, Александр Цирикидзе, 1-й карагандинский. Стартовал самый масштабный детский песенный конкурс страны. Баладаусе – проект необычного размаха, где участники смогут не только других посмотреть и себя показать, но и прокачать свои вокальные навыки. Судейская коллеги – звезды казахстанской эстрады. В Караганду отборочная комиссия прибыла 5 июня. Смотр будет проходить два дня. В здании Дворца культуры горняков не протолкнуться. Желающих продемонстрировать свои таланты достаточно. Национальный песенный конкурс Баладаусы стартовал 14 мая 2016 года. Он посвящен 25-летию независимости Республики Казахстан. 21 мая – большая творческая команда, в составе которой казахстанские звезды, музыкальные продюсеры и режиссеры отправились в большой марафон по стране, который завершится 10 августа. Карагандинская область стала четвертым регионом, где выбирали лучшего юного исполнителя. К участию в кастингах допускаются дети от 7 до 13 лет. Они смогут исполнить две песни на любом языке. Сегодняшний день у нас будет проводиться два тура. То есть первый тур – это будет отборочный тур, где отберется лишь тридцатка. Из этой тридцатки выберется лишь один победитель. Но не исключено, что возможно будет создание трио, квартет, либо дуэта. Все будет зависеть от мнения жюри. Звездным наставником стал казахстанский певец Медео Арынбаев. Вместе со своими коллегами по жюри, певицей и музыкальным продюсером Фаридой Ниязовой и композитором Голымбеком Исмбергеновым наставник определит победителя от Карагандинской области. А Ружан Бахиджановой 13 лет. Приехала из поселка Уштубе Бухаржиравского района. Участвовала во многих конкурсах, неоднократно завоевывала призовые места. Страха не чувствует, но конкуренция сильная, говорит участница. На этом конкурсе, конечно, каждый хочет победить. Я хочу проявить себя в первую очередь, посмотреть на других. Для меня это будет большой плюс. Все пришедшие на кастинг получат призы и памятные подарки. После отбора 16 лучших юных исполнителей будут жить в летнем музыкальном лагере, где их научат правильно двигаться на сцене, красиво подавать себя и петь. Асель Сазамбаева, Гульнор Жакен, Исламбек Успан, Александр Цирикидзе, Первый Карагандинский. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова